доброе время суток с вами программа азия большая игра и я ведущий давид ридерман последние дни мир вдруг узнал что в элитарный клуб разработчиков вакцины неожиданно на всяком случае неожиданно для большинства это там наблюдатели вдруг вошел казахстан казахстан разработал собственную вакцину против к вид 19 это я помню в самом начале то есть начале прошлого года начале эпохи коронакризиса во всех республиках среднеазиатских ходил похожий анекдот в узбекистане а в казахстане и так далее казахский вариант его звучал примерно так казахские ученые упорно работают над созданием вакцины против коронавируса но как ни стараются получается бешбармак в узбекистане говорили про плов но вот все таки казахстан создал собственную вакцину и мы говорим с одним из ее разработчиков спеком бег болтаевичем кутумбетовым а руководителем лаборатории которая работала над казахской вакциной здравствуйте я бы хотел узнать чтобы рассказали немножко об этой вакцине принципе перед тем как разработать эту вакцину мы конечно не гнались чтобы попасть куда-то в элитарный клуб или как бы перечень таких институтов которые бы скорее создали вакцину и так далее у нас задача была конечно первую очередь разработать вакцину которая бы защищала от коронавирусной инфекции естественно наш институт не так просто взялся за это за эту работу почему потому что институт он специализирован в области вирусологических исследований и тем более как звучит название по как бы лабораторию которую я заведую особо опасных инфекционных заболеваний поэтому при институте укажите институт если вы его о нем говорить до институтом научно-исследовательский институт проблем биологической безопасности и институт нацелен на как бы защиту или регулирование эпидемической эпизодической ситуации по опасным и особо опасным заболеваниям то есть это направление изучения как бы биологических свойств различных возбудителей которые циркулируют среди животных и людей и естественно как бы противодействие против инфекционных болезней экзотического характера те которые возможно могут проникнуть на территории республик казахстан институт занимается диагностикой таких болезней и естественно разработкой диагностических и вакцинных препаратов поэтому работы против такой видной болезни она не была для нас особо новой хотя конечно мире она создала пандемическую ситуацию но мы психологически уже были готовы к разработке или как работе с этим возбудителем и болезнь естественно началась китае вот где-то конце девятнадцатого года начиная вот с 20 года с января она начала распространяться в усиленном темпе практически марте месяце он эта болезнь уже была пандемической и 13 или 14 марта возбудитель этой болезни проник на территорию и нашей страны и мы в это время забеспокоились естественно также какие все другие аналогичные институты и предприятия хотя конечно у нас желание было начиная уже когда этот эта эффекция появилась вообще в китае у нас было желание как бы получить его генетический материал или вообще этот возбудитель чтобы мы могли как бы разрабатывать вакцинные препараты или диагностические препараты для того чтобы регулировать эпидемическую ситуацию и вот в конце концов марте месяце появился больной у нас и мы как бы по согласию с министерством здравоохранения и министерством нашим родственным как бы получили биоматериал и начали работать с этим возбудителем для разработки вакцинного препарата естественно мы не гнались за какими-либо лаврами чтобы опередить кого-то и так далее самое главное нам нужно было создать вакцину чтобы защитить естественно население собственной страны ну естественно если нужно как бы народ ближайших республик или стран и вот марте месяце нам удалось выделить этот возбудитель и марте месяце этого года или прошлого года прошлого как болезнь вот проникла на территории нашей страны это было официально 13 марта нам доставили биоматериал в конце марта месяца и мы выделили в течение там нескольких дней этот возбудитель и начали работать для по созданию вакцинных препаратов естественно мы подали заявку министерства образования и науки ну собственно министерства заявку о создании научно-технической программы по разработке вакцин и в этой программе мы включили разработку различных типов вакцин это вот инактивированная вакцина потом рекоменантные две вакцины субединичная вакцина и последний это живая вакцина сейчас с тех пор ведется работа по всем этим направлениям и как бы в настоящее время первую очередь создана вакцина инактивированная та которая сейчас вошла в практику медицины и начали прививать население нашей страны скажите пожалуйста а какие стадии клинических испытаний уже прошла вакцина она по-моему называется казвак правильно да изначально мы ее назвали казковедина то есть как бы одну составные казахское значит первое так каза это казахская ковид естественно определяющие против какой болезни и это как бы означает что это инактивированная вакцина но я думаю что специалисты они знают какие типы вакцин ну в зависимости от названия инактивированная значит как вот один тип рекоменантные или векторные вакцины это другой тип вакцины живая например это другая субединичная или как бы белковые протеиновые вакцины это совсем другие рнк вакцины днк вакцины это геномные вакцины поэтому для того чтобы дифференцировать их мы назвали и казковидин ну последнее время как бы для того чтобы наверно ее более говорить определенно или более как бы созвучно назвали каз так как торговые названия казвак да как бы казахская вакцина но мы конечно как бы не против такого названия главное чтобы эта вакцина работала и создавала иммунитет и защищала людей от этой ковидной болезни значит как уже спросили по поводу каких клинических исследований естественно вакцина прошла а после того как была разработана технологии изготовлены экспериментально определенной серии мы провели до клинические исследования как она требуется для как бы введения вакцины как бы общую практику первую очередь доклинические исследования на это проводится на лабораториях животных это начиная от белых мышей вот сирийские хомяки хорьки морские свинки и в конце в итоге макаки резусы это обезьяны человек подобные вот на них всех мы испытали увидели что она безопасно и создает иммунитет против этой болезни после этого мы перешли уже к этапу проведения клинических исследований на люди на людях и в сентябре месяце начата была первая затем это вторая фаза клинических исследований на добровольцах ну как уже как бы медицина знает это первый первая фаза исследования идет для определения безопасности этой вакцины то есть безвредности для пациентов в этих исследованиях участвовали 44 человека но естественно для сравнения там была как бы группа вакцинированных и группа плацебо то есть как пустышка для сравнения и и первая фаза клинических исследований она показала что вакцина абсолютно безвредная но мы уже как бы создавая вакцину мы знали что по составу что эта вакцина будет безвредной но я думаю что специалисты вирусологи вакцинологи это медицинские врачи прекрасно знают что инактивированные вакцины уже на много лет десятками лет как бы применяются медицинские и других отраслях для как бы профилактики специфической профилактики инфекционных болезней поэтому инактивированные вакцины подавляющим большинстве случаев она бывает безвредный как бы для прививаемого организма и в этом случае как уже показали клинические исследования сентября месяце вакцина была безвредна и мы свободно уже выходили как упросили министерство здравоохранения собственной республики чтобы дали разрешение для проведения второй фазы клинических исследований в которых будет определяться уже иммунологическая эффективность этой вакцины на этой фазе значит участвовали 200 добровольцев там изучалась также безвредность безопасность какого для приведения людям и иммунологическая эффективность насколько она как бы создает в организме иммунные факторы после введения значит вот эти две фазы были проведены и в итоге было показано что вакцина безвредно полностью и иммунологические дает хороший иммунологический эффект против ковидной болезни которая была видна по гуморальным факторам по гуморальным и клеточным факторам иммунитета которые как бы исследовали специальных лабораториях специализированных и они нам давали оценку что вакцина пригодна для более масштабного применения и вот концу года в декабре месяце были начаты клинические исследования третьей фазы то которые после которой дает удается возможность применение этой вакцины масштабным то есть как года для широкой практики вот вот такие были исследования вы сказали такую фразу которая меня всегда в наших передачах напрягает вы сказали специалисты их специалисты знают специалисты им хорошо известно а вот сейчас не для специалистов а для невежд идиотов ночью для людей которые не разбираются объясните по простому чем казахская вакцина отличается от других аналогов ну например от фазера которому два раз два раза привели меня от модерны от российского спутника и так далее насколько насколько я понял из публикации при прессы зарубежной европейской у вас есть серьезные отличия которые многие считают что говорят очень сильно в пользу казахстанской вакцины значит прежде чем разрабатывать вакцины значит у нас разработка вакцин как уже предыдущих словах уже пояснил что у нас разрабатывается несколько типов вакцин мы когда создавали вот этот казковидин эта вакцина является инактивированной это традиционная технология та которая уже несколько десятков лет применяется и ее можно быстро создать как бы эффективную вакцину здесь в составе вакцины для обычного обывателя или не специалиста но специалистов конечно узкого такого круга конечно очень мало поэтому для обывателя те которые как бы не особо знают как бы не в курсе в составе вакцин как бы какие бы они бывают инактивированная вакцина значит делается из цельноверионного возбудителя то есть мы выращиваем возбудитель тот же ковидный опасный инфекционный нарабатываем большую биомассу потом ее химическим путем инактивируем после этого мы его очищаем полностью чтобы как бы снять все возможные вредные как бы добавки потом ее объединяем иммуностимуляторами иммуностимуляторы тоже самые как бы широко известные и они годами проверены составы различных вакцин и вот эта формуляция или комплекс убитый вирус плюс адювант иммуностимулятор и является вакциной те вакцины которые применяются вот файзер модерна или российская они отличаются тем что они получены генетически генетически инженерным путем например российская вот спутник вакцина она как бы на основе то есть вектор носитель этого антигена иммунизирующая антигена носит аденовирус то есть генетически инженерным путем этот антиген ковидного вируса пришить к геному аденовируса и вот аденовирус он является носителем вот специфического фактора и он в организме создает определенный но специальный иммунитет а то что модерна это уже совсем другого характера вакцина там используется генетическая информация возбудителя то есть мрнк этого ковидного вируса он тоже самое является уже безопасным но он как бы не стойкий поэтому его хранят при минус 70 градусов и естественно у него является как в составе вакцины как бы вводится еще какие-то защитные факторы и она вводится в организм прививаемого в этом смысле рынка этого ковидного вируса информационная рынка проникает клетки и там вырабатывается специальные антигены этого ковидного вируса и против которого организм начинает реагировать уже как ему защитные иммунологические как бы механизм запускается вот различия вот в этом вопрос файзер или модерна они не только создали вакцину но и смогли поста наладить ее производства в индустриальных масштабах все-таки в америке уже привито более 100 миллионов человек вопрос каким количеством вакцины будет обладать казахстану ближайшее время для себя и вы говорите для возможной помощи соседям для продажи о каком количестве вакцины вы можете ввести речь ближайшее время конечно сейчас что-то предполагать планировать трудно конечно тяжело дело в том что сейчас мы выпускаем ограниченное количество и рядом с нами строится биологический завод тот который предназначен для масштабного производства этой вакцины естественно мы данном случае не предполагаем какие-либо коммерческие цели чтобы ее продавать за рубеж или на этом зарабатывать какие-то очки или финансовые средства нам первую очередь необходимо а почему бы нет ну естественно это на втором плане мы эту цель на данном этапе как бы своей работы не преследуем первую очередь нам нужно обеспечить свое министерство здравоохранения чтобы оно могло полноценно привить всех людей нашей республики и чтобы как побороть или улучшить эпидемическую ситуацию ну если конечно будет возможность как бы ликвидировать эту эпидемическую ситуацию хотя это будет очень тяжело сделать во всем мире для этого необходимо будет конечно привить стопроцентное чтобы эта инфекция как бы в конце концов как бы исключить ее источники и в этом смысле естественно инактивированная вакцина она думаю что достаточном количестве необходимо будет снабжать собственную республику почему потому что мы не знаем насколько будет продолжаться иммунитет если иммунитет он будет краткосрочный там если не более по предварительным предположениям возможно будет необходимо каждые через полгода каждые полгода прививать заново людей и как формировать групповой иммунитет чтобы не было распространения этой болезни в таком случае естественно нашего производства я думаю что вполне нам необходимо добиться чтобы наше производство полностью обеспечивала наше государство ну производственные мощности они не в моих компетенции сейчас этот строится биозавод возможно там предусматривают определенные как бы объемы производства есть и конечно эти планы как бы ну как бы осуществятся я думаю что они должны должны осуществиться в ближайшее время я думаю что и вакцины хватит и для экспорта сейчас прошу прощения вопрос еврея казаху вы создали очень уникальный эксклюзивный продукт не надо скромничать да опять таки я сужу по публикациям европейской прессы вот вы выгодите это не моей компетенции это не в моей вот вашей компетенции я спрашиваю вас чем ваш козвак казахстанская вакцина лучше других вакцин хвастайтесь ну конечно хвастаться не в наших правилах ученые обычно не хвастаются они показывают свои только результаты дело в том что это вакцина действительно отличается от всех ну от большинства можно с подавляющим большинства вакцин которые сейчас разрабатываются но аналогичные вакцины кто такие же вакцины как наши разрабатывают российская федерация вот скажем институт чумакова они вот сейчас проходят кажется вторую фазу клинических исследований или приступать третьей фазе но технологию конечно нам не известно они не публикуют но по названию что это инактивированная вакцина уже говорит о том что они работают подобно нашей технологии и нас немножко опережает как бы более раньше нас приступили к таким работам это китайские ученые и они создали нескольких предприятиях аналогичные инактивированные вакцины на основе цельного вериона и у них масштабно применяется своей стране это вакцина но как бы более детальные как бы данные об этой вакцине пока мы не можем узнать мы не знаем насколько они действительно используют как бы цельно авиарионный как бы антиген мы точно не знаем потому что публикациях не совсем как бы ну дается детальная информация поэтому сейчас мы можем сказать что вот инактивированная вакцина подобно нашему значит как бы разрабатывается и производится вот российской федерации китайской народной республике и в нашей стране но в остальных как бы на случаях большинстве случаев разрабатываются генно-инженерные вакцины вот типа векторные вакцины на основе аденовируса это европейские страны вот российская федерация и есть вакцины субединичные то есть на основе наружного белка возбудителя сарского 2 ну аналогично такая же вакцина который разрабатывается у нас сейчас она как бы на стадии преступления к как бы клиническим исследований на людях она прошла уже до клинические исследования и от м рнк вакцины вот американская вот модерна или файзеровская вакцина ну я уже сказал что отличие какое значит наша вакцина отличается тем что мы используем инфекционные цельный вирус то есть цельновирионные возбудитель он на стадии производства он является инфекционным поэтому необходимо ослабы условия предосторожности при наработке этого специфического биоматериала то есть это биомассы вируса а дальше уже после инактивации конечно технология становится уже безопасной можно как бы свободно работать а вот то что вы говорите вот файзерская вакцина или модерна это аналогично это м рынковая вакцина естественно как бы ее как бы от сердцевина она то есть специфический продукт он является безопасным поэтому ее можно свободно как бы производить более таком доступном без особых условий безопасности можно производить поэтому вот отличие разницы я считаю вот в этих как бы пределах вам нужно же рекламочка это я понял насколько я понимаю опять таки у вас есть еще один плюс вот файзер который мы закупаем у него одна из главных проблем его надо хранить при очень низкой температуре минус 80 что даже не каждая поликлиника можете позволить и это самая большая проблема с файзером насколько я понимаю у вашей вакцины нету проблемы что нужно хранить именно при очень низкой температуры конечно файзеровская вакцина и российская вакцина в том же как в это числе они требуют особых условий хранения почему потому что они в тех условиях бытового холодильника они разрушаются то есть как бы теряет свою иммунологическую или полную свою структуру поэтому при введении если разрушена беде естественно теряет свой иммунологический эффект то же самое российская вакцина вот на фоне на базе аденовируса то же самое она является продуктом как бы можно сказать неполноценным ее нужно необходимо все время хранить ее консервированном виде и вводить в организм экстемпера после размораживания то есть быстренько разморозил и быстро ввел естественно это затрудняет технологию транспортировки технологию применения наша вакцина я же уже говорил что это традиционная технология которая применялась уже десятками лет на раньше она проверенная технология и состав вакцины он стабилизирован как бы инактивации применения химических препаратов и он уже при определенных температурах как бы не как бы меняет свои свойства то есть морфологически он не изменяется в составе у него имеется иммуностимулятор одеван тот который его предохраняет определенной степени и эту вакцину можно свободно хранить течение всего срока хранения при бытовом холодильнике при плюс 2 и 8 градусов цельсия это очень технологично и и она практически везде медицинской практике применяется и она как бы доступна для всех можно сказать медицинских учреждений предприятий там где проводится иммунопрофилактика и транспортировать естественно это как бы очень доступно у меня последний вопрос насколько я понял казахстане опять-таки сообщение сми отдается возможность людям выбирать какой бы вакцины и они хотели привиться спутникам к звакам китайской вакцины изготовлены по китайской технологии в арабских странах и так далее у нас в израиле было несколько вакцин было 100000 доз модерны был файзер но потом чтобы не создавать вот этот вот ну ситуацию ложного выбора и так далее решили делать единую вакцинацию одной вакциной файзером а не боитесь ли вы вот что эта конкуренция между вакцинами она может запутать население и запутать вакцинацию я понимаю что это вопрос скорее вопрос по психологии чем по иммунологии задаю вам просто потому что беседую с вами да вопрос дэвид конечно очень правильные и как бы когда в мире разрабатывается различные типы вакцин и естественно как бы для мира то что казахстан создал вакцину и сейчас находится в числе пяти или шести стран те которые как бы вошли как бы передовые страны как вы сами уже сказали элитарный клуб да у людей естественно это ну как бы будет недоумение как бы неужели как бы наши констанцы создали вакцину и так далее в таком роде естественно какой-то мере бывает недоверие собственной вакцине на свойственную как бы собственные как бы продукции так ну люди бывают различные как психологического характера как бы настроя и так далее хочется людям например попробовать ну всегда у нас эти передовые страны вот европейские или американские они как бы больше славятся и как бы люди стараются как бы продукцию взять именно вот считая что они более качественные импортная значит лучше импортная значит как будто лучше ну я не скажу что это вакцина пфайзера плохая и так далее как но она как бы геноинженерная совершенно новая практически разработчики они сами сейчас как бы не знаю насколько эта вакцина эффективна и насколько это как бы долговечна и эффективность поэтому это наше моё мнение естественно как бы у народа естественно у людей те которые прививаются когда есть выбор это я думаю что их психологически их как бы успокаивает другой стороны это как бы ставит человека перед выбором а то есть какой какой вакцины привиться естественно как бы там необходимость ну и должна быть какая-то информация которая бы превалировала в ту или другую сторону но сейчас есть конечно очень много доброжелателей по отношению к отечественной вакцине вот казахстанской вот мы ждем как бы якобы казахстанскую вакцину мы пока не прививаются спутником есть конечно люди те которые прививаются спутником не особо доверяя естественно свои собственные как бы продукции естественно я думаю что есть желающие те которые хотят привиться и американской вакциной есть желающие привиться и к китайской вакциной это я думаю что когда есть выбор это для человека психологически это очень хорошо но для эпидемиологической точки зрения противоэпидемиологических мероприятий, естественно, было бы хорошо прививаться одним типом вакцины, чтобы можно было отслеживать иммунологическую реакцию, иммунный фон, вообще коллективный, насколько однообразно чтобы была вся эпидемиологическая ситуация и противоэпидемиологические мероприятия, они бы шли определенным каноном. А так, конечно, сейчас нужно будет разбираться в иммунологическом статусе у людей, которые привились спутникам, это в одном порядке. Иммунологический статус определять после константской вакцины, это, конечно, будет иметь определенное различие. Почему? Потому что сейчас диагностические препараты на рынке очень разные. Вот, например, один диагностический препарат может не уловить иммунную реакцию созданную как бы вакциной российского производства. Эти другие диагностические препараты могут не распознать иммунологическую реакцию другого, файзеровской вакцины. Но мы считаем, что универсальная будет вакцина казахстанская, потому что она содержит в себе цельный вирьон, и ее можно будет как бы диагностировать различными диагностическими средствами, которые созданы на отдельные белковые структуры как бы вирусного вакцинного препарата. Ну и кроме всего прочего, как разработчик, вы могли бы сказать, а наша таки лучше? Ну, я думаю, что скромность здесь не помешает, потому что мы еще до конца не знаем результатов как бы вакцинации как бы ни нашей вакцины, ни российской вакцины, ни американской вакцины. Все это покажет время. Я думаю, что у нас все впереди для того, чтобы сказать, лучше эта вакцина или другая вакцина. Ну, конечно, в любом случае мы считаем, что это вакцины все созданные, они хорошие, и можно ими прививаться, как бы не ограничивая себя, не нужно бояться. Почему? Потому что все вакцины, которые сейчас достигли как бы такого производства и масштабного применения уже в медицинской практике, они уже как бы получили положительные как бы клинические исследования, результаты как в безопасности, в безопасном как бы отношении, так и в иммунологической эффективности. Но противоэпидемические как бы данные, эффективность противоэпидемическая данные будут как бы последующие. То есть мы осенью увидим, насколько какая вакцина будет эффективна. Вот, например, по вашей стране, вот, например, я заглянул сегодня как бы информацию, статистику. Вы начали в конце декабря месяца прививку в вашей стране, вот сейчас уже более 60% населения. Более 75% взрослого населения. Уже немножко отстал, получается, по информации. И пик заболеваемости или как бы вот этот график, или как бы вот этот потенциал заболеваемости уже практически на нуле. То есть это говорит о том, что эффективность вакцины уже налицо. То, которое применяется у вас. Я думаю, что если во всем мире, во всех странах, как бы привьют более чем 70% населения, я думаю, что мы пандемию поборем. Мы достигнем коллективного иммунитета. Итак, цыплят по осени считают, сказал нам руководитель, ну, один из разработчиков казахстанской вакцины. Мы поздравляем Казахстан в вхождение в элитарный клуб создателей вакцин против COVID-19. А с вами была программа «Азия. Большая игра» и я, ведущий, Давид Эдельман. До свидания. Будьте здоровы.